приветствую на своем канале наконец-то в руки мне попалась гибридная приставка mikul k5 уже есть достаточно много обзоров ее на youtube однако все мне не везло и наконец она у меня в руках клиент заказал эту приставку уже приобрел мое дело ее настроить потестить и отдать ему в работу но я считаю было бы нечестно не поделиться своим опытом с вами и так давайте посмотрим что внутри продавец вложил талончик с qr-кодом на 30-процентную скидку на свит тв мегу го ю тв диван тв л тв отлично сама приставка сбоку находится два usb разъема 130 120 и слот для micro sd карточки на задней панели разъем для подключения эфирной антенны разъем для подключения спутниковой антенны разъем для подключения к аналоговому телевизору старому разъем для подключения интернета hdmi выход оптический выход звука и разъем для подключения блока питания далее блок питания в комплекте конечно же блок питания на 12 вольт рассчитан нагрузку до 1 ампера пульт дистанционного управления батарейки в комплекте сожалению не идут hdmi шнур и мануальчик модульчик идет на нескольких языках английский французский итальянский испанский русского языка нет так что будем догадываться сами вот такая комплектация в комп также клиент заказал аэромыш для того чтобы удобнее было эксплуатировать приставку аэропульт уже аэромыш вот так это все выглядит мануальчик мануальчик к аэромыши на английском и китайском языкам тоже идет в комплекте и так по самому устройству само устройство выполнено на процессоре amlogic s905 x3 на борту него 2 гигабайта оперативная память и 16 гигабайт встроенной память это в принципе необходимые достаточные условия для комфортного пользования такой приставкой поиграть в игры вам особо не получится но а комфортно просматривать контент очень даже да также здесь есть встроенный t2 и встроенный спутниковый тюнер и честно говоря к таким устройствам у меня отношение двойственное и сейчас я объясню почему с одной стороны хорошо когда вы в одной коробке получаете абсолютно все функции очень удобно есть и спутниковая часть есть и эфирная часть есть и android часть сетевая но с другой стороны честно говоря я вот так подумал если вы скажем так более практичным было бы приобретение отдельно комбо тюнера если вам так важно t2 и спутниковая часть и отдельно приобретение android приставки может быть в сумме это было бы немножко дороже однако если по какой-то причине что-то поломается топами поменять недостающую часть другим устройством будет гораздо дешевле чем менять все устройство и как правило android часть в таких устройствах отстает лично я сторонник торговой марки amico есть такие спутниковые приемники на рынке украины которые отличаются стабильной и надежной работой так вот есть на рынке такая модель как amico a6 combo там тоже присутствует спутниковая часть t2 части android однако там во первых немножко слабее процессор и во вторых там android 7 версии что для 2000 2021 года не есть хорошо в остальном все-таки я считаю начинка amico будет получше понадежнее чем начинка amico и такое устройство может быть даже и будет работать стабильнее но на данный момент amico является оптимальным по соотношению цена возможности я сейчас качество не упоминаю в принципе тоже у этой торговой марки серьезных зашкваров по качеству не было но скажем так amico у меня больше внушает доверие мы с клиентом долго обсуждали какую модель именно приобрести и именно ключевым моментом являлась являлась то что эта приставка выполнена на девятом android поэтому мы остановились на приобретении amico сейчас мы ее подключим и посмотрим в работе а